доброе утро коллеги с вами исаков роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день четверг 13 сентября и начинаем наш разбор как всегда с пары евро доллар а по паре евро доллар последние несколько торговых сессий в рамках часового таймфрейма сохраняется восходящая цели данного движения это уход выше максимумов которые были зафиксированы 11 сентября то есть выше движение уровня 1649 по направлению на 1 1750 и 1 1830 а данный сценарий будет актуален до тех пор пока пара торгуется выше минимальные значения которые были сформированы 11 сентября по цене 1 1565 а по паре британский фунт американский доллар тенденция восходящая на текущий момент сохраняется но вчера мы видели не не добить и до максимума то есть мы ближайшее время можем получить остановку а завершение а данной нисходящей тенденции послужит ситуация при которой британский фунт пробьет минимальное значение которое было зафиксировано 11 12 сентября в области 129 64 и после этого можем ожидать возобновления нисходящей тенденции а по паре американский доллар канадский доллар сохраняется нисходящая цели по снижению это область 128 82 ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях которые были зафиксированы вчера по цене 1 3077 по паре американский доллар японская в рамках часового таймфрейма сохраняя стенденция восходящая цели роста это уход выше максимальное значение 11 12 сентября и далее движение по направлению на 112 47 а возврат к продажам будем рассматривать а после преодоления минимальные значения которые были зафиксированы вчера по цене 111 10 а по паре австралийский доллар американский доллар вчера мы смогли пробить максимальное значение 11 и 10 сентября что в рамках часового таймфрейма завершает ту нисходящую информацию которая у нас началась 29 августа практически в две недели она сохранялась и вчера мы перешли в фазу по коррекции поэтому на текущий момент с точки зрения продаж необходимо дождаться завершения данной коррекционной формации но с точки зрения покупок разумный вход на мой взгляд находится при ретесте к уровню пробития в области 71 33 но ближайший день данный сценарий будет актуален дальше уже будем смотреть по развитию ситуации по паре евро фунт сохраняется тенденция нисходящая также мы видим некоторую остановку не смогли вчера обновить минимальное значение 11 сентября а в свою очередь уход выше максимум 89 36 максимальный значение вчерашнего торгового дня даст предпосылки на возобновление роста с целями до 90 61 и от 92 соответственно но пока тенденция нисходящая сохраняется цели по снижению до область 88 25 а золото вчера смогу закрепиться выше максимальные значения которые были зафиксированы 11 сентября что в рамках часов таймфрейма нас приводит фазу восходящего движения целью роста это область 1215 долларов за труску унцию а возврат к продаже будем рассматривать после преодоления минимальных значений которые были зафиксированы вчера по цене 1192 а нефть марки бренд вчера обновил локальный максимум шли выше отметки 79 48 долларов 48 центов за баррель нефти марки бренд и движемся по направлению 80 87 сценарий восходящий сохраняется да он будет актуален по крайней мере до тех пор пока мы торгуемся выше отметки 78 58 минимум вчерашней торговой сессии а по индексу dax на текущий момент сохраняется тенденция нисходящая но мы также видим на остановку в данном нисходящем тренде практически торговую неделю это у нас сохраняется боковик и в том случае если индекс dax может закрепиться выше отметки 12048 максимальное значение этой торговой недели то будем ожидать возобновление роста с целями до 12 тысяч четыреста двадцать на продолжение нисходящей тенденции а послушать уход ниже минимальные значения вчерашнего дня и соответственно 11 сентября а по биткоину на текущем интернет нисходящее сохраняется сегодня вплотную подходили к отметке 6 тысяч триста восемьдесят три доллара за биткоин максимум 11 сентября а в том случае если удастся закрепиться выше данного уровня то можем ждать завершения данной нисходящей формации и вновь переход к фазе роста с целями до 7 тысяч четыреста семьдесят восемь и так альги всем спасибо за внимание с вами был саков роман как всегда напоминаю что если вам нравится это видео то не забывайте ставить лайк ваши вопросы оставлять в комментариях всем спасибо за внимание и до свидания спасибо за внимание